но я пишу только остановился и так прокатился в новом сиденье сейчас все расскажу уже пошел паски поиграл баскетбол с утра стал что поздно хорошо так без денег жить стал поздно что поговорил с матерью обсудили опять суворово альпы чистой ну ладно про железный купол потом пошел пусков думаю что бегать бегать поиграл баскетбол это много я затратил энергии предыдущие дни катаясь на велосипеде для вот колени конечно беречь ну так вот все сиды не показал себя с офигительно хорошо стороны хорошо что я его взял как я катался на том вообще непонятно она дает легко смещаться легко вместе смещаться вперед назад заскакивать соскакивать она не мешает не цепляется штаны 40 145 я взял не знаю 150 это под какую жопу то есть все мне принципе нормально единственное что надо сместить его немножко назад немножко жопа висит вот здесь и как-то делаю руки и так вытягивая не знаем уж неправильно но у меня почему-то хочется вот так вот сместиться назад ну попробую сместиться дома насколько она позволит да и никакой не насколько она не позволит она такой смещена до печалька вот ну ладно не знаю может что-то другое придумать по середине заказал еще себе сумку вместо этой но я рассказывал и подсидельную здесь все по дешевке по 200 по 300 рублей вот ну на случайно что-то думать тут на 15 головка отворачивать колеса диски эти снимать не знаю как это да и какой-то большой ключ на комплекте а будет ну ладно посижу помедитирую покатался сейчас очень хорошо потренировался жалко кто не снимал на площадке перед фоком заскакивал на бордюры папа поучил перескакивать через колодцы это все движение то есть упруга ты отталкиваешься от этого он подлетает под тобой и ты должен как бы его поймать в воздухе и там заднее колесо чтобы не ударила по она мне один раз ударила по бордюру я на большой заскоре а заднее колесо плохо и самортизировал ногами видимо ударилась она надо вот хорошо подгибать под себя когда будет вот а я как бы немножко это не знаю диска чё диск диск потом посмотрим восьмерка есть нет так передачи переключаться сейчас все советуют переходить на одну звезду впереди иметься виду дает я вот когда катался на себя думаю поставлю себе вот эту среднюю вот эту среднюю и как бы она у меня будет основная рабочая так она принципе и было всегда вот то есть разогнаться негде было и особо так в гору с мешком тоже негде было ну конечно тут уже когда одна звезда ставится вперед система меняется тут становится сзади 12 10 кассета на 10 какой-то перекос ну видимо видимо не так он страшен как его молюет этот перекос фиг с ним это среднее положение она ставится и рабочие работает нормально вот и нужно каретку менять а я даже открутить я не могу таким образом все вот и я опять сижу вот уже с бутылочкой короче мое любимое выражение прослушав лекцию сегодня который много раз слушал профессора савельева про мост серебральный сортинг про опять и про выкать с повторением мать учения про столько рассказов про отвлекаешься слушаешь то что-то опять фразы вспоминаешь замены во время этого ешь там еще что-то вот сейчас еще сюда пришел читаю книгу возникновения жизни значит который панасенко посоветовал но она написана там 26 до 50-х годах опирается ну принципе интересно как они все-таки доходили до этого самоорганизация структур биологических кристаллических всяких разных и тут я конечно услышал да почему мне в голову не приходил я в принципе осуждают этих коммунистов социалистов и всех остальных ленина маркса гитлера сталина еще каких-то там адзидонов которые уничтожали значит в массовом порядке народ с чужой свой основном свой а тут короче пришла такая мысль от савельева как бы я не ужаснулся принципе то а в этом то есть и польза ведь ленин как правильно это же великий двигатель эволюции и ста и все они они же устроили ускоренный есть отбор неестественно естественно естественно но отбора не устроили вот евреи принципе почему считается лучше умнее всех да потому что не потому что они прям такие все все из себя по своему рождению потому что у них был жестокий и жесточайший на протяжении веков отбор них там гоняли туда-сюда и принципе выживали только самые умные изворотливые ну и все в этом духе но вы поняли куда я метить виду мысль можно конечно дальше продолжать говоря что вот в развитые страны которые богаты которых давно не было войны и все такое они конечно неминуемо видимо тупеют тупеют качество населения уменьшается и тут возникает острая необходимость вот в этой вот естественном отборе заварушки в войне это просто логическая цепочка никто никого не хочу обидеть никого не хочу как бы ужаснуть но в принципе война имеет как обычно и хорошие стороны выживают спасаются ну как кто кто спасается тот и выживает а как он спасает с какими способами обманом своим мозгом что вот нквдшников могли обмануть могли там убежать предвидеть события что их не могли там запудрить им мозги вот такой естественный отбор северный ленин устроили конечно и может быть и я благодаря этому такой умный много у нас поколений тоже людей много 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 наверное которые сейчас уехали куда-то там дают науку двигать ногу вперед в англии в америке в израиле еще где-то ну в нормальных странах где не пренебрегают уже эволюции но которую хотят конечно повернуть спять принципе те силы которые что накапливается вот этот вот инертная планктонная масса в стране которая говорит что который берет без бездарны некрасивые вот эти всякие феминистки там еще остальные которые хотят завидуют вот этим большим красивым ну вот мы с россии приезжаем там мои дети они конечно умные красивые приспособленные сильные все такое вот они поэтому хотят там налог на на красивость хотят чтобы в играх там фильмах в спектаклях везде были только некрасивые не те кому на как кому нравится вообще мужчины должны вообще выбирать женщин по красоте и там или по кому почему а должны просто ну просто на бревнах жениться на бревнах и все в таком духе и тут таки приходит на помощь вот это вот так сказать и двигатель эволюции война быстренько быстренько много 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 миллионов людей будут как говорится списаны списаны со счетов но останутся опять самые лучшие это неминуемо неминуемо они спасутся они избегут пули они быстрее убегут с поля боя они будут в командирах они 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 в бою в бойцах там в рядах они много чего каких факторов можно привести на эту тему рассуждать это конечно страшный факт но это факт вот эти все злодеи которые ну вот у нас устроили как говорится отбор один из десяти получается конечно получается какую-то и пользу бы приносили до какую-то пользу а иначе а иначе как ты будешь эволюция как как делает скачок от это примитивно обезьяньего мозга до человека носа до ипсу как я выражаюсь а я все время буду повторять это выражение как было мне прикило или там мы опять вот так вот опять да но такие рассуждения вот только что меня посетили я решил их записать китайские ребята прислали мне видимо называется это называется это фан кулер но охлаждение процессора туда же буду поставить у всех вот такой вот распаковочный нож на меня будет снимать смогу так поставить не знаю так 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 да видно вот это надо распаковывать хорошо запаковано да такая красивая я думал что туда может быть положили еще такая коробочка такое замятие здесь соответственно да с большим таким подсоке 2011 большим таким вентилятором поставишь меня была тишина тишина да конечно красота не описана 4 пин 4 пин 4 трубки красиво потом посмотрим как это будет выглядеть на компьютере сокет конечно я выбрал 4 другую другую огромная будет тихо как на кладбище встала ну что включаем ну да вот на данный момент это здесь шуме и вот этот вот заводится вот вроде как на мосфеты дуют здесь вот с этой стороны ну в принципе я не стремился чтобы грел охлаждалась память она не нагревается атмосфеты да посмотрим вроде как пальца засовываю вроде дует не такой же прям радиатор мощнецкий за счет большого диаметра все это дело как-то так